Продолжаем тему из истории христианства. Вчера мы на чем остановились? Ну, да, да, хорошо, это очень давняя эпоха, конечно. Что было после того? Много было и хорошего, и плохого в истории христианства и в отношениях с еврейским народом. Ну, чего греха таить, историческое христианство, христианство в целом, вот именно на протяжении многих столетий было и до сих пор, как правило, является самой антисемитской организацией, структурой в мире вообще. Многие столетия подряд, к сожалению, было так, что более тысячелетия продолжалось так в истории христианства, что еврею не давали даже права оставаться евреем и всячески вытравливали. Я хочу еврейство. Почему? Я думаю, что первых четыре дня, когда я рассказывал об истории христианства, о смешании с язычеством, с оккультизмом, со многими проблемами, когда оккультизм приходил в жизнь церкви, я думаю, вы уже имеете представление, какое было христианство в последующее столетие. Допустим, эпоху после даже девятого столетия, после подавления огнем и мечом реформации в девятом столетии, мы записали, 843 год, год, когда, как считается, реформация Византии была подавлена, продолжавшаяся перед тем полтора столетия, почти полтора столетия. Так вот, начиная с девятого столетия, с того момента подавления реформации Византии, знаете ли, наступила эпоха застоя, такого религиозного застоя. Конечно же, много событий было разных в этом застое. Было разделение христианства исторического, такого большого, православно-католического, официального, государственного, на два лагеря, на две части. 1054 год, 11-е столетие, середина 11-го столетия, 1054 год, год разделения православной и католической церкви. То есть, христианство до того, как бы, более или менее едино, по крайней мере, структурно, разделилось на два лагеря. Православные церкви отделились от католической, и есть мнение, что наоборот, католическая отделилась от православных. То есть, как бы, спор бесконечный. В общем-то, факт о том, что восточные христиане прокляли всех западных христиан, западные христиане прокляли всех восточных христиан. Но куда же мы денемся с одной-то Земли, с одной планеты? И вскоре после этого начался первый крестовый поход, потому что восточные христиане, несмотря на то, что прокляли западных, однако же попросили военной помощи на Западе, потому Потому что гнет исламских правителей был настолько невыносим уже, что нужны были меры, а самим поднять восстание против исламской тирании было невозможно. Поэтому обратили за помощью на Запад. И Папа Римский Урбан, воспользовавшись этим предложением, этой просьбой восточных христиан, организовал первый поход крестовый. И началась эпоха крестовых походов с самого конца 11-го столетия. 1096-1099 годы и далее. Крестовые походы, эпоха крестовых походов это одна из самых мрачных страниц в истории христианства. Одна из самых мерзких страниц в истории христианства. Потому что много крови, тысячи и тысячи судеб, много жизней было просто-напросто исковеркано, обезображено. Миллионы людей пострадали в этих походах с обоих сторон и со стороны христоносцев, и со стороны мусульман и евреев. И в общем-то, все это оказалось совершенно бессмысленным поводом, лозунгом. Был религиозный лозунг именно освобождения гроба Господнего, святынь христианства. Представляет себе драться за гроб Иисуса Христа. Наверное, более глупее идеи нельзя было представить себе. Но настолько уже демонизировано было христианство средневековое, вот той эпохи, что даже это казалось святой идеей. Это казалось такой вдохновляющей на подвиг, на убийство, на кровопролитие. И крестоносцы, в общей сложности считается, что порядка миллиона человек европейцев встали под ружье, будем договориться, как можно сказать сейчас современным языком, и влились в этот крестовый поход гигантский, огромнейший крестовый поход. Первая волна, вторая волна, третья волна. В общем-то, истребления были большие. Урбан, папа римский Урбан, который благоставил первый крестовый поход, эту первую волну крестового похода, он, в общем-то, обещал прощение грехов, индульгенции эти самые, амнистию всем преступникам, всем грешникам, всем тем, кто встанет в ряды, вольется в ряды крестоносцев, будет участвовать в этом походе. Кто убьет хотя бы одного еврея или хотя бы одного мусульманина, получит полное прощение своих грехов. Люди жаждали этой милости, да и, в общем-то, амнистия была на всех и на преступников. Всевозможные авантюристы, головорезы влились в эти ряды, а также множество фанатиков религиозных, которые хотели именно умереть за святую идею и быть сразу на небесах, без мытарств. Люди, толпа крестьян вливались, вооруженные кто чем мог, вливались в ряды крестоносцев. Я читал однажды одно из интересных изданий, впервые был на русском языке издание Академии наук СССР, именно арабских историков, сочинения вот тех времен. Я всегда эпоху крестовых походов знал с позиции, допустим, европейцев, но когда узнал и другое мнение, мне было очень интересно. Я люблю, изучая некоторые эпохи, допустим, смотреть с разных сторон. Поэтому смотрю историков христианских, желательно разных, католических, православных, протестантских, атеистическую литературу, атеистов, историков, также просматриваю, пролистовы, прочитываю. Мусульман-историков, евреев-историков. Потому что, когда мы с разных позиций просмотрим какие-то исторические события, и с Библией в руках, и с молитвой мы все это анализируем, то тогда мы можем картину более яснее для себя увидеть и попытаемся, если смотреть глазами Писания, то глазами Бога все это увидеть, эту картину, происходившую тогда. Так вот, арабские историки, современники тех событий, с удивлением писали, что толпы крестьян, плохо вооруженных явно, с пением псалмов, шли под сабли арабов, понимая, что они просто смертники. Но они шли именно с такой верой, что именно погибнув в крестовом походе, они сразу пойдут на небеса. Настолько было все мрачным в то время, представлением о спасении. Официальная церковь тогда, официальное христианство, что православное, что католическое, оно уже фактически не давало людям библейского учения о спасении. Оно, это учение библейское, уже было потеряно. Из-за многобожия, идолопоклонства, оккультизма. За место Христа, в общем-то, культ святых и папизм и тирании на Востоке. В общем-то, простому христианину, среднему обывателю христианину, что на Востоке, что на Западе, фактически спасение было перекрыто церковью. Сама церковь была против, по сути, уже Христа, анти-Христа. И очень довольно, скажу, интересный фактор есть. Допустим, в христианской Испании, христианское государство, даже захоронение любой из книг Библии полагалось в мирной косме через сожжение. Больше 500 лет горели костры, порядка 36 тысяч было сожжено человек инквизиции по этой статье. То есть люди, несмотря на запреты церкви официальные, все-таки жаждали, искали, понимаете ли, Слова Божьего, рискуя своей жизнью, своей головой, значит, своей жизнью, они переписывали тайком эти какие-то отдельные фрагменты, отдельные Евангелия, отдельные Нагорные проповеди, послания Павла, распространяли. Хотя понимали, что если твой собеседник, которым ты там открываешься с писания в руках, вдруг он сдаст тебя папистам, сдаст тебя монахам, инквизиторам, и те, в общем-то, безжалостны фактически. Тысячи людей были замучены монахами, не увидев костра инквизиции, просто были замучены до смерти в подвалах монастырей, лишь за то, что они переписывали писание, переводили его, распространяли. В общем-то, церковь на протяжении столетий многих боролась с Библией очень активно. И Библия сохранилась не благодаря церкви, как ни странно, а вопреки христианству, вопреки церкви, вопреки официальной церкви, православной или католической. 500 лет назад, когда в Москве горели костры и сжигали священников лишь за то, что они читали писание и народу пытались донести, несмотря на запрет официальной православной церкви. Знаете ли, церковь, что на западе, что на востоке, официальная, такая государственная церковь, блудница, она боролась с Библией и очень активно боролась с Библией. И я скажу, что реформация это было неизбежное явление в 16 столетии, но предтечи реформации, их было множество, они платили очень страшную цену. Большинство из предтечи реформации 16 столетия, на протяжении 5 столетий, наверное, это эпоху можно назвать, время предтечи Великой Реформации. Так вот, большинство из них сгорели на кострах инквизиции или погибли в подвалах монастырей, где монахи их до смерти замучивали. И сама теология инквизиторская, она была очень популярной и на востоке, и на западе. В католицизме можно назвать такого изувера монаха Фому Тарквимаду. Фома Тарквимада, он считался известнейшим из монахов-инквизиторов, убивая христиан, изучающих Библию, убивая евреев, которые противились крещению. И истребляя всякую ересь, считается, что Фома, этот монах Тарквимада, он сжег порядка 10 тысяч человек. Человек рекорд, он определенно достиг рекорда. Ну а также еще плюс к этому, надо учесть, что многие люди, попав ему в лапы хищнические, они умирали в подвалах монастырей. Они не успевали, они не доживали до костра. Человек был истово-религиозным. О нем пишут, что его при жизни уже как святого почитали многие католики, потому что он был очень религиозным, очень набожным. Фактически все время был в постах, в бдениях, в молитвах. А с другой стороны, такая у него жестокость, крайняя жестокость сочеталась в нем с истово-религиозностью. В русской истории очень похожий персонаж, это Иван Грозный, в котором сочеталась очень крайняя религиозность такая, с одной стороны. С другой стороны, крайняя жестокость. И все это очень так вот сочеталось настолько и переплеталось, что диву даешься. Но истово-религиозность, знаете, христианство без Христа в центре внимания, оно ничем не уникально, оно даже, скажу, опасно. В чем-то даже, на самом деле, именно опасно для общества. Христианство без Христа в центре внимания, без Библии, оно рождает монстров, оно рождает чудовищ, как сон разума рождает чудовищ. Буквально, вот именно без Слова Божьего, во тьме будущих христианств является опасным. Наверное, в 20-м столетии наиболее это было показано. Даже все эти примеры Ивана Грозного, Фомы Торкви, Мады, они не такие явные, как именно события 20-го столетия. Допустим, тот же самый Джугашвили, Иосиф Сталин, Иосиф Виссарионович Джугашвили. Джуга Сталь, буквально. И человек, выросший в православной семье, еще до рождения его мама, его мама была религиозной женщиной, папа был менее религиозным человеком, конечно. Так вот, мама его еще до рождения, если родится мальчик, посчитала, что он должен быть священником православной церкви. То есть она хотела, чтобы, если у нее будет сын, чтобы он был батюшкой, чтобы он был священником. И там в горе, когда он родился, он с самого первого дня рождения, он был уже как бы родителями, был благоставлен, чтобы он был будущим священником церкви православной. И когда он подрос, на самом деле, он пошел в школу церковную, закончил церковную приходскую школу, потом пошел в училище церковное, значит, закончил училище церковное, потом поехал в Тифлис, нынешний Тбилиси, там закончил семинарию. И, знаете ли, был бы с 5 минут священник православной церкви, еще немного бы, и кадилом махал бы на приходе где-то там в горе или где-то еще, значит, в Руставе. И, знаете ли, что, этот человек пытался миру доказать, что Бога нет. Еще будучи семинаристом, он связался с революционными, такими революционерами. И, кстати, поворотным моментом в его жизни было, когда, будучи семинаристом, он прочитал, значит, Дарвина, Чарльза Дарвина, происхождение видов. И он разочаровался в библейской теории, вообще в библейском учении о сотворении, значит, были семена посеяны смуты в нем. И он сказал, все, это, значит, вначале он Бога допускал, как бы, а потом стал против Бога даже сражаться. И человек этот много кровушки пролил, один из прообразов антихриста в 20-м столетии. Вообще, один из лидеров коммунизма мирового, именно это был Сталин в истории коммунизма. И когда в городе Вашингтоне был открыт несколько лет назад памятник жертвам коммунизма, то, значит, историки мировые с мировыми именами, значит, после рассуждений следующее сказали, эту цифру потом Джордж Буш, значит, президент тогда, значит, огласил на открытие памятника, мемориал этого. Наша церковь тоже принимала участие, кстати, в сборе пожертвования для открытия этого мемориала. Со всех стран мира, фактически, были пожертвования, но в основном со стран, пострадавших от коммунистической тирании, это Китай, значит, там, Россия, Украина, там, другие страны. Вот, и, значит, говорилось, что 150 миллионов человек, ну, 100 миллионов, это считается минимум, жертв репрессий, коммунистической тирании, значит, в мире вообще в целом. И одна из ключевых фигур в этих репрессиях, это является Сталин, православный человек, понимаете ли, это ужасно, конечно. Вот, Гитлер, тот же самый Гитлер, да, значит, Адольф, у него очень похожа судьба, очень интересная судьба. Религиозная мама также, особенно религиозная, и когда она еще не знала, значит, кто родится, мальчик или девочка, не было же УЗИ раньше, да, нельзя было проверить, то, значит, они договорились с папой, значит, ну, родители будущего фюрера, что если родится мальчик, то они его дадут в монастырь на воспитание, чтобы он был священником католической церкви. И так они и сделали, когда, значит, родился мальчик, с первого же дня они говорили, это будущее священник католической церкви, безбрачным он будет, значит, он будет, значит, посвящен Богу всецело. Они так верили, они так хотели, они так молились. И сам Адольф молодой, значит, ему было, я сейчас не помню, 4 года или 5 лет, он уже воспитывался в строгом монастыре католическом, значит, и, по сути, был лишен в детстве, значит, родительской такой ласки, знаете ли, значит, любви и его первые учебники, это были молитвенники всевозможные, значит, там и акафистники, значит, и муштра, это монастырское наказание телесное по любому поводу. Это все было в детстве молодого фюрера. И потом его первые мистические переживания тоже были именно как раз вот именно, значит, в монастыре, значит, он был очень склонен к мистическим переживаниям, к поискам таким. И как католик, он очень остро переживал все это, и, в общем-то, до последнего дня он официально так оставался католиком по своему убеждению. Хотя, сегодня мы говорим, конечно, что и Сталин, и Гитлер, они свое христианство переосмыслили, там, и переначали. Сталин вообще пошел дальше намного, чем Гитлер, он заявил, что Бога нет вообще, и что объявляет войну Богу, и безбожной пятилетки. Гитлер не додумался до такого, конечно, но был близок к подобным тоже откровениям. Кстати, изданная в Москве книга «Застольные беседы Гитлера», значит, там было написано, что одна из бесед, именно один из разделов этой книги назывались «Беседы фюрера о христианстве». Очень интересная беседа, я много, как бы, понял тогда во взглядах Гитлера, значит, на христианство. Он считал себя, притом беседа, одна из последних бесед, по-моему, была конца 44-го года, то есть накануне уже краха, значит, этой империи, тысячелетнего рейха, продержавшегося совсем ничего. Так вот, одна из последних бесед, как раз, его о христианстве, где он себя называет христианином, значит, и искренне верит, значит, по крайней мере, ну, говорит об этом, что он верит в Христа, значит, и исполняет заповеди Божьи, значит, именно касательно даже тех же евреев там и прочее. И, ну, в его словах и так звучало. И единственное, что он христианство считал, как бы, религии уже во многом отживающей себя, в чем, допустим, что дух нации, говорит, дух народа, он поврежден именно христианством таким монашеским, он где-то даже где-то сиронизировал, там, высмеял, допустим, того же самого Семена, значит, столбника, значит, что же за пример для народа, говорит, значит, человек, который прожил на столбе, значит, там, и питался черлями, значит, то есть, как бы, это нехороший пример для подражания. И много других он примеров приводил, значит, ну, выказывая, значит, ну, именно знания истории христианства. Вот так, это христианство, которое, знаете ли, без Христа в центре внимания, оно рождает монстров. И я убежден, что оно еще способно породить еще больших монстров, значит, в истории, само историческое христианство. И, честно говоря, мне очень страшно от христианства. Изучая историю церкви, самому как христианину, как служителю, мне очень страшно за христианство в целом. Потому что, к сожалению, после даже Второй мировой войны далеко не все деноминации переосмыслили свое богословие. Я Бога благодарю за вот недавнешнее выступление, как раз именно Папа Римского, Бенедикта XVI, который не побоялся снять этот кровавый наветок, так называемый. Нет, обвинение в богоубийстве. Обвинение в богоубийстве на еврейский народ, который был возложен средневековыми теологами. Знаете ли, человек не побоялся сделать такое заявление, очень мощное и сильное. Слава Богу за это. Слава Богу за покаяние других, допустим, служителей, священнослужителей, православные иерархи, некоторые, допустим, болгарский, румынский патриарх, потом Финляндия православная церковь, американская автокефальная церковь православная, греческая вселенский патриархат, еще при патриархе Варфоломея, приносили покаяние в антисемитизме. Но это было не общеправославным таким покаянием, а покаянием отдельных иерархов и отдельных епископов, будем так говорить, собраний епископов. Я надеюсь на то, что также и русская, и украинская православная церковь, и другие славянские православные церкви присоединятся к этому процессу и покаются. Потому что покаяние, оно лишь способно изменить нас. И покаяние это не слабость церкви, покаяние это сила церкви, это взрослость церкви. Это означает, что церковь, она уже готова к переменам, потому что именно человек, который он берет ответственность за свои поступки и готов исправляться, готов работать над ошибками, мы говорим, это взрослый человек. Так вот, и также церковь, церковь, деноминация любая, конфессия, которая именно готова признавать ошибки, готова работать над ними, это уже взрослая деноминация, взрослая конфессия. С нее спрос большой, но зато и благодать большая Божья. Друзья мои, из истории христианства, что можно еще взять сегодня нам такой наукой, что ли, до самого 16 столетия, до 1517 года, запишем эту дату реформации, запомним эту дату Великой Реформации, христианства. Я говорил о реформации Византийской, которая продолжалась полтора столетия, которая была подавлена в крови, потом было время притечи реформации. И вот, 31 октября, 31 октября 1517 года, началась Великая Октябрьская христианская реформация 17 года. 1517 год, 31 октября, Мартин Лютер прибил тезисы, 95 тезисов Великой Реформации, в основном протестуя против распродаж этих индульгенций, которые стали просто зловещим таким фоном тогдашнего христианства исторического. И, конечно, бумом таким являлась все это, оккультизма. И, господа, что скажу, вот слава богу, что люди уже подключились здесь, всех приветствую, кто подключился. Уже много народу подключилось, слава богу. И вопросы задают. Я отвечу тоже и на ваши вопросы попозже, и вот на вот эти вопросы, которые здесь вот сейчас есть, присутствуют, тоже отвечу. И вам тоже будет интересно это узнать. Друзья мои, значит, так, я снова слайд включу. Друзья мои, значит, все реформаторы 16-го столетия так или иначе поднялись, протестую против вот этих распродаж индульгенций, против распродаж отпущения грехов за деньги. И это было началом, как бы, вот этого спора, началом реформации. Дальше поднимались другие вопросы. Тот же Лютер, Кальвин, Цвингли, Губмайер, Симмонс, другие реформаторы того времени. Знаете ли, они, как бы, выходили из католицизма, и они вышли из католицизма. Они протестовали против этих распродаж индульгенций. Они сделали очень важные такие шаги, некоторые первые. Допустим, отказались, фактически все они, даже не согласные по некоторым таким второстепенным вещам и третьестепенным, в первостепенных были солидарны. И это их объединяло. Они отказались все, первые, от многобожия отказались. Это объединяло сразу всех протестантов. Отказались от многобожия, значит, христианского. То есть они молились только лишь Господу, не молились уже другим, как я уже говорил о многобожии, еще в первом уроке, да, другим, как бы посредником к Богу, как бы именно, значит, ходатаем, посредником и прочее. То есть ни Богородицы, значит, так называемые, ни другим умершим святым, они не молились уже. И слава Богу, это было таким важнейшим достижением реформации, конечно, 16-го столетия. И также, значит, чаще всего они отказывались от многих других суеверий. Допустим, Женевская и Цюрихская реформации, они во многом пошли даже дальше, чем Лютер, отказывались от поклонения всевозможных, значит, статуям, там, прочее. И аннобаптисты, тот же самый Губмайер, да, значит, Валтасар Губмайер и Мино Симмонс, лидер Менонитов впоследствии, они отказались от педобаптизма. Они сделали очень важный шаг вперед, еще дальше, чем Лютер пошли в этом вопросе, конечно. Отказались от педобаптизма, отказались от крещения младенцев, настаивая на крещение взрослых людей. Потом были другие реформаторы, которые сделали шаги еще дальше. Но первое поколение реформаторов, конечно же, были и ошибки, безусловно, и много было ошибок. Пуповину до конца они католическую так и не перерезали. Лютер до конца дней, значит, так и оставался при своих некоторых этих суевериях, да и не только что некоторых, а многих даже суевериях, заблуждениях. Человек был во многом еще католиком таким же, хотя он уже вышел, но, знаете ли, как вот исход из Египта, он состоялся, но во многом еще образ мышления египетский был у отцов наших. И вот так же, там же произошло в 16 столетии. Вышли, но его мышление во многом оставалось еще католическим, и его душа во многом оставалась еще католической, еще загаженной вот этими лжеучениями. Тем же самым антисемитизмом, кстати. Потому что Лютер так и оставался антисемитом, значит, на протяжении многих лет своего уже реформаторского служения. У Кальвина были тоже заблуждения определенные, допустим, значит, одно из самых его таких страшных, о чем он потом раскаивался, всю жизнь фактически писал в письмах об этом. Что он не заступился за людей, когда мог бы заступиться, имея власть определенную. И из-за этого казнили одного из, значит, его оппонентов, значит, Михаила Сервета в Женеве, когда сожгли на костре. Уже, как бы, протестантские власти города приговорили его к смертной казни через сожжение. И Кальвин мог бы заступиться, но однако же не сделал этого. Вот, и эту подлость свою он потом очень долго переживал, значит, и потом в письмах писал, что он, значит, этот урок на всю жизнь принял. И никогда не допустил, значит, чтобы в следующий раз, если от него зависит что-то, допустим, судьба человека, и не заступиться. Хотя он не заступился именно по идейным соображениям, потому что этот человек, Михаил Сервет, он был антитринитарист. И, в общем-то, как бы с Кальвином они очень резко расходились в этих убеждениях, идеях. Ну, как бы то ни было, урок из казни Михаила Сервета был извлечен. И в одном из своих выступлений в Женеве Кальвин сказал так, что мы, выйдя из католицизма, не должны повторять вот этих, ну, это не наши методы. То есть не должны проливать кровь людей, значит, по религиозным таким убеждениям их. И в целом протестантизм тогда, 16-го столетия, значит, был свободен от этого духа инквизиции. Хотя, как сказать еще, во многом люди были еще обозлены. И лишь второе поколение протестантов переосмыслило уже идею реформации. И их, будем так говорить, дети, последователи первопротестантов, они выдвинули другие идеи, продолжили идею Кальвина, значит, цвингли, заявляя о свободе совести для человека. Но также на Рейхстаге, значит, в Германии, выступая представители северных земель Германии и городов Германии, заявили протест против насильственной, значит, христианизации такой католической, значит, населения. Заявили о том, что, ну, люди имеют право на выбор вообще, католики они или протестанты. Но против такого выбора был категорически Папа Римский и началась страшная война, значит, унесшая много жизней. Протестанты боролись за право, значит, они сражались за право быть свободными, за право именно верить так, как они хотят то. Кстати, в протестантских землях было разрешено оставаться католиком, но в католических нельзя было быть протестантом, только лишь смертный Кальвина ждала человека. Значит, но с боями, с трудом очень, но удавалось занять позиции определенные. Некоторые страны остановились протестантскими, фактически в полном составе, Дании, допустим, другие страны. Так вот, в Голландии тоже была очень мощная реформация, сильная реформация, но, к сожалению, значит, очень немного людей, ну, объясню так, к сожалению, эта реформация была подавлена в крови даже, так скажу, потому что Папа Римский послал туда большую армию испанских этих вот конкистадоров там и, или как назвать их, палачей, которые просто-напросто истребляли население, мирное население. Там тысячи девушек были зарыты живьем в землю, значит, и испанцы, многие, некоторые испанцы потом покаялись, правда. Один из них, из бывших этих палачей, значит, генерал, он писал так, что он тогда был молодым совершенно генералом еще. Они были в шоке, испанцы, видя сотни девушек, значит, им дали возможность стать католичками, но они отказались, значит, испанцы хотели взять их себе в жену даже, значит, красивые были девушки, говорят, голландские, значит, испанцы хотели взять с собой в Испанию, но те пели псалмы, одели под венечное платье и сами сошли в эту большую могилу, значит, с пением псалмов. И, говорят, мы зарывали их землей, и пока зарывали, они пели псалмы. И даже из-под земли еще доносились голоса, говорят, пение псалмов. Потом они прекратились, знали, что они умерли, эти девушки, значит, и тысячи девушек так было уничтожено испанцами, значит, и стариков, детей убивали, сжигали, значит, вообще папа римский тогда, он пытался Голландию всю сделать католическое снова, вернуть католицизм туда, но и получилось у него, к сожалению, во многом, но все-таки в Голландии сохранились именно ростки, вот эти незатоптанные до конца ростки реформации. И уже, будучи в США, в Америке, на новой земле уже, значит, вот потомки вот этих выживших протестантов, они, значит, основывали колонии голландские, немецкие колонии, там, значит, менонитов. И я лично, вот в последней поездке в Америку, я общался лично с менонитами и с квакерами. Некоторые из них, ну, они, многие из них сохраняют, как бы, вот это историческое древо, что ли, своих семей. Они были потомками, как раз эти семьи, с кем я общался, были потомками вот тех голландцев, немцев, которые выехали оттуда, с тех регионов, где была инквизиция. То есть они выжили, их пра-пра-пра-пра-пра-пра, там, сколько там, деды. И они потом, значит, выехали в США, значит, и, ну, еще не было США, это были колонии, это были колонии, совершенно дикая земля, значит, как Сибирь, допустим, огромная территория, мало очень индейцев там проживало, мало народов, и земля была не заселена, свободно, значит, и вот туда поехали эти колонисты осваивать новые земли. Нет хорошей жизни бежали они туда, не потому что они вдруг разлюбили Голландию там или Германию, да, они туда ехали от хорошей жизни, а от того, что спасали свои души просто. И, как Иисус говорил, если угонят вас в одном городе, бегите в другой город. Значит, так часто происходило в истории христианства. И Америка родилась именно вот на таком порыве пробуждения, значит, реформации тогда. Это удивительно, конечно. Слава Богу, друзья мои. Хорошо, друзья мои, сейчас сделаем перерыв, потом продолжим. Слава Богу, друзья мои.